Что же мы разговариваем все о фильтрах, которые находятся в самой программе Photoshop и не разговариваем о фильтрах, которые представляют сторонние компании. На самом деле их огромное количество, они интересны и ими желательно пользоваться. Но есть маленькая ложка дегтя, нашу бочку меда. Слишком часто увлечение дополнительными плагинами или фильтрами говорит о том, что вы просто не будете понимать, что же вы делаете на самом деле. Вы просто будете кликать по кнопочкам и получать результат, который вам предлагает программа. Но совершенно не будете понимать, как это получается и для чего вообще это делается. Поэтому мы поговорим о сторонних фильтрах. Я расскажу, как лучше их установить, где их установить, как лучше всего использовать и почему их нужно в каких-то моментах использовать, а где-то все-таки пользоваться своими ручками и головой. Рассмотрим первый вариант. Есть несколько фильтров, которые устанавливаются двумя способами. Первый, это устанавливается как обычная программа, я его не буду показывать, это и так все понятно. Вы запускаете один экзешный файл, он все делает за вас, вы запускаете Photoshop и фильтр находится ниже. Как, например, данный фильтр ColorFX Pro. Я его очень часто пользуюсь для цветокоррекции, потому что он очень хороший, в нем очень большое количество функций, все делается интересно, правильно и очень много функций, которые мне очень сильно облегчают жизнь и вообще работу. Как видите, здесь достаточно большое количество уже предустановленных вариантов. Нам необходимо лишь только выбрать тот вариант, который нам больше всего нравится. С помощью полосунков подправить тот цвет, который мы хотим получить в конечном итоге. Добавим шум, добавим немножко нашу виньеточку. Или же, например, вообще выбрать те фильтры, которые относятся только к портрету. Покликать, поискать нужный нам интересный вариант и выбрать то, что нам нравится. Как видите, данный фильтр очень хорошо выполняет свою работу. А значит, мы экономим время. Поэтому попробуйте установить его. Есть бета-версия на официальном сайте. Просто зайдите на Яндексе, введите ColorFX Pro. Потому что на данный момент, на записании данного урока, я вам сейчас просто скину какую-то ссылочку, например, а она уже не работает. Это будет нехорошо. Вам это лишняя трата времени. Просто наберите в Яндексе ColorFX Pro. Вам выдаст сайт производителя. Но, к сожалению, на английском языке, на данный момент записания, возможно, когда-то его переведут. Вы можете зайти на сайт, перейти в ColorFX Pro. Там достаточно большое количество вариантов есть фильтров. Выбрать ту версию, которая самая оптимальная, самая новая на ваш момент. И установить. Она установится как обычная программа, как я говорил и до этого. И второй вариант, когда мы можем установить наши плагины. Нам необходимо выбрать данную папочку. Обычно C, программ файл, Adobe, Adobe Photoshop и папка плагины. Здесь у нас уже стоит папка плагинов, потому что она здесь у нас уже установлена. Как, например, от Nix of Ferry, это компания, Select ColorFX Pro. И, как видите, у нас есть несколько вот таких вот плагинов, которые здесь уже установлены. Что нам нужно будет только сделать? Нам лишь нужно будет тот плагин, который устанавливается именно перемещением в папочку. Просто взять, скопировать и вставить ее сюда. Если у вас программа Photoshop запущена в этот момент, вам нужно будет ее закрыть и открыть снова. Если же ничего не было открыто, вы запускаете и ваш фильтр находится теперь здесь. Просто находится будет чуть-чуть пониже. Как видите, нет ничего сложного. Все происходит достаточно быстро. Программа сделана для людей. А значит, здесь сложных манипуляций, игра с бубном здесь не нужна. Поэтому мы еще раз остановимся на том, что использовать фильтры и дополнительные плагины желательно, но не нужно слишком сильно переусердствовать и использовать их постоянно. Иначе вы просто забудете, что такое делать все самим. И если, не дай бог, у вас какой-то плагин пропадет, а вас заставит что-то сделать, вы этого просто не сможете. Вы всегда должны сделать все то же самое, что делает плагин сами. Да, возможно, это будет что-то дольше. Да, возможно, как-то будет иначе. Вы будете делать большое количество действий. Но лучше сделать один раз, понять, как это все происходит, а потом использовать уже фильтры в вашей работе. Надеюсь, мои советы вам помогут в жизни, и вы сможете хорошо обрабатывать ваши фотографии и добьетесь успеха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!